Насилие в семье? Что делать? Меня зовут Евгения Лепчинская, я психолог-сексолог. Мы с вами не будем рассматривать данный вопрос с правовой стороны, а только с психологической. Обязвимные отношения, в которых есть насилие, чаще всего можно заметить в самом начале, когда вы начинаете встречаться с мужчиной. Это тотальный контроль, который женщины часто путают с заботой и вниманием. Во сколько ты пришла, во сколько ты ушла, где ты была, постоянно на смс, постоянная отчетность. И здесь уже видны абьюзивные нотки, а также возможность агрессии в будущих отношениях. Обратите внимание, что насилие в отношениях бывает нескольких видов. Это психологическое, моральное насилие, когда есть подавление словами, когда вас критикуют, унижают, обижают. Есть физическое насилие, это применение силы, возможно, избиения. Сексуальное насилие, это, конечно же, сексуальная активность в вашу сторону без вашего желания. И экономическое насилие, когда вам запрещают тратить деньги, контролируют ваш финансовый бюджет и постоянно держат вас в рамках. Обратите внимание, что отношения насильника и жертвы цикличные. Первая стадия — это нарастающая конфликтная ситуация, и напряжение в отношениях. Далее идет насильственный инцидент, который касается чаще всего женщины в отношениях. После этого идет третья стадия — это примирение. И дальше после примирения наступает медовый месяц, когда у пары романтические отношения, и женщина здесь снова верит своему мужчине-насильнику о том, что он поменяется, он изменится, и жизнь пойдет совсем по-другому. Чаще всего это созависимые отношения, когда женщина не может существовать без мужчины, она не видит себя без него, она ждет от него реакции, ждет от него внимания. Такие отношения, конечно же, не приводят к гармонии, счастью и удовлетворению. Поэтому обратите внимание на ваше внутреннее состояние в этих отношениях и с данным мужчиной. Что же делать в такой ситуации? Первый этап — это открытая коммуникация с партнером. Важно поделиться своими чувствами, эмоциями, переживаниями и установить четкие границы, что вам нравится в отношениях и что не нравится. Обратите внимание на реакцию и поведение вашего партнера, который причинял вам насилие. Если он вас слышит и меняется, то такие отношения имеют перспективу. Если после вашего откровенного диалога в отношениях ничего не меняется, то, к сожалению, данный партнер не готов идти к вам на встречу. Далее вы можете сделать выбор — либо оставаться в таких отношениях и быть в роли жертвы, не получать наслаждения, счастья и удовольствия в отношениях, либо разрыв отношений является одним из решений данной проблемы.